Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, уважаемые психологи, что мне делать и как поступать. Ну, анонимно. Психологи не подсказывают, что делать и как поступать. Мы помогаем разобраться в себе. Из Московской области пришлось переехать в Москву. Отставил там дочь от первого брака девяти лет. Инициатива не моя. Ну что же. Здесь сразу, наверное, хочется сказать о том, что вы пишете, что вам пришлось. Это, наверное, и есть одна из ключевых проблем в этой ситуации. Потому что, когда вы говорите, что вам пришлось, вы подразумеваете, что это произошло, что это вынужденное. Подразумевается, что произошло что-то, чего вы не хотели. Произошло что-то, ну, как-то вот, на что вы не рассчитывали. Произошло что-то, против вашей воли. И, на мой взгляд, вам с этого и следует начать. Вам нужно изменить в какой-то степени восприятие того, что с вами произошло. Спришлось. Спришлось. На решил. На захотел. На ощутил. Почувствовал. Там, ну, что, ну, что-то. Да, вот. Что-то почувствовал. То есть, ну, почувствовал, например, что, ну, например, что так больше не могу. Почувствовал, например, что, там, ну, грубо говоря, да, что что-то изменилось, что-то вот стало как-то, ну, по-другому, вот. И так далее. То есть, вам, на мой взгляд, нужно вот увидеть этот момент в первую очередь. Как мне кажется. Чтобы не было вот этого пришлось. Дальше. Значит, вот вы пишете, оставил дочь от бывшего брака девяти лет. Что значит уставил дочь? То есть, уставил выглядит так, как будто вы ее, ну, как будто вы ее бросаете. Оставил выглядит так, как будто вы ее, ну, бросили. Вот. Но вы же, вы же ее не бросали. Вот. Вы переехали, но говорите, что оставил ее. Ну вот. Ну, соответственно, вопрос, на мой взгляд, здесь, который нужно вам себе задать. Да? Это как я прихожу к тому, что я оставил ее. То есть, что я вкладываю вот в это вот. Что я ее оставил, что я в это вкладываю именно. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот на это, мне кажется, вам нужно постараться обратить свое внимание. То, что вы ее не оставили. Вот. Но выглядит для вас сейчас так, как будто вы ее оставили. Потому что вам пришлось переехать. Точка переживает, что меня нет рядом. Что она не может прийти в гости, когда захочется погулять. Ну, это нормально. Это... В данном случае вам нужно быть рядом и позволять ей об этом говорить. приезжать ко мне она не хочет. Почему? Почему не хочет? Видимся редко, но запланируемся несколько раз в день она хочет, чтобы я был ближе к ней. А как выйти из данной ситуации. Почему она не хочет к вам приезжать? То есть, как-то вот что-то здесь я бы сказал не проговорено вам. Ну, на мой взгляд. что-то вы здесь не проговорили. Как мне кажется, повторюсь. То есть, идея, по крайней мере, ну, моя идея заключается в том, что ваша дочь не хочет. Да, это правда. она не хочет. Она не хочет, вот, к вам приезжать. Но, у этого есть основания. Какие-то. У того, что она не хочет к вам приезжать. она хочет, чтобы я был поближе. Как выйти из данной ситуации? Уже рассматриваю вопрос снова вернуться и снять рядом квартиру. Для нее как бы получается, жертвуя с собой вы это делаете. Вот. Ну, на мой взгляд, это путь, который ведет вы никуда, потому что если получается, вы возвращаетесь, возвращаетесь. Как бы, опять же, потому что вас вынуждают, то я бы сказал, что, я бы спросил, а не часто ли вы как-то делаете то, что вас вынуждает. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, дочь чувствует некоторую вашу слабость здесь, некоторую вашу неуверенность здесь, если угодно, и ей от этого больнее. То есть, она чувствует, что вам пришлось уехать, а не вы, например, этого захотели. И ей от этого больнее. Вот. То есть, ваша неуверенность передается ей. в чем здесь основная история. Потом, когда, если вы вернетесь, если вы снимете квартиру, то вы будете уже тяготить к своей новой семье. Вот. дочери это тоже будет история о неуверенности вашей. По-прежнему будет неуверенность. Ну, никуда она в этом смысле не уйдет. Поэтому сейчас у меня новый брак, раздвоение нет нормальной жизни. Как мне поступить? Я думаю, что для начала проговорить с дочерью. Что может быть встретиться и как следует проговорить. девять лет уже достаточно, чтобы пообщаться. Наталья жена безусловно переживает, у нее тоже есть ребенок. Как помочь дочке справиться со всем этим? К психологу обратиться? Я не хочу, чтобы она страдала, имеет смысл жертвовать тем, что приобрел сейчас? Или можно как-то выйти из ситуации? В ситуации можно выйти, но вам для этого нужна более четкая позиция. Здравствуй, будет страдать, потому что сейчас она ображает как бы ваши собственные переживания в этом смысле. То есть сейчас она сейчас она ображение вашего пришлось. Вот что она сначала. Когда у вас пришлось поменяться в целом, пришлось поменяться на решею, вот, ситуация изменится, в том числе с вашей дочери, потому что вашей дочери нужна опора. Она опирается на вас. Если вы неуверены, если вам пришлось, если вас вынудили, то и она тоже страдает. Понимаете, да? Вот. Такая вот история, я думаю. Значит, что еще хочется добавить? вот идея вашей неуверенности и сомнений, а значит неадекватных требований к себе очень четко прослеживается в том, что вы просите, спрашиваете, что делать, как поступить, предполагая, что есть какое-то правильное решение. хотя этого правильного решения нет, его нет. Именно правильного решения нет, но вы значит, либо правильное решение, либо всем всем пожертвовать. и вы пишите, имеет ли смысл? Так это же ваш смысл. Как вы сами внутренне чувствуете? Мне кажется, что если вы спрашиваете, то вам не очень хочется жертвовать. Но в таком случае вы признаете, что вероятно вы не такой хороший отец, дочь будет страдать. Но на самом деле дочь страдает не из-за того, что вы плохой отец, а из-за того, что вы требуете от себя быть хорошим, не признавая некоторые свои ну скажем так ограничения. Вот. И именно от этого страдает дочь. Если же вы признаете, что ну да, вот я не хочу жертвовать с собой ради того, чтобы быть поближе к дочери, вот, потому что она как бы не хочет приезжать. То есть это похоже на каприз. Например, вы так думаете. и все, вы так решаете и дочь перестает страдать. То есть вам необходимо обратить внимание на себя, определиться внутри, что происходит с вами, столкнуться со своей позицией, т.е. вот именно чтобы у вас была позиция, ваша позиция. И как бы после этого уже я бы сказал после этого можно будет перебирать варианты. Но только наверное вот в таком порядке. Только в таком порядке. И в коем случае не в каком-то другом порядке. То есть любой другой порядок он в этом смысле просто ну как бы принесет вам негатив в общем в целом. Вот. Ну ну на мой на мой взгляд. По крайней мере. Вот. Как-то так. Ам какой-то такой ответ я могу вам дать сейчас. Ам какой-то я надеюсь вам это было полезно и интересно. Ам я желаю вам всего самого доброго удачи буду благодарен вам значит за обратную связь по моему ответу. это вот собственно это позволит вам начать над собой работу позволит вам как-то ну двигаться вперед да позволит вам как-то вот определиться с тем чего бы вы хотели вот удачи вам всего самого доброго.